В одном из последних роликов я использовал вареную сгущенку и посыпалось очень много вопросов, как же я ее варю. Сегодня я покажу, как я варю сгущенку в банках. Всем привет, друзья! Итак, сегодня мы будем варить две банки сгущенки. Одна банка у меня проверенная, которую я постоянно покупаю, а одну я взял так, наобум. Посмотрим, что из этого получится. Берем кастрюльку подходящих размеров. Кастрюлька должна быть такой глубины, чтобы когда вы уложите две банки, не поставите, а именно уложите две банки. Вверху над банками должно быть примерно 2 см пустого пространства, так, чтобы этих 2 см заполнила вода. Кастрюльку полностью наполняем водой. Вот эти 2 см пустого пространства нужно полностью заполнить водой. Но когда кастрюлька начнет закипать, нужно следить за тем, чтобы минимум над банками всегда был 1 см воды. Устанавливаем кастрюлю с банками, уже заполненную водой, на огонь. Включаем максимальный огонь, накрываем кастрюлю крышкой и доводим все до кипения. Рядом с кастрюлей на соседней камфорке устанавливаем чайник с водой. Его тоже нужно будет держать так, чтобы там была всегда кипяченая вода. После того, как вода в кастрюле начнет бурлить, начнет закипать, снимаем крышку. И в это время огонь под кастрюлей нужно сделать с максимального минимальный, но так, чтобы вода в кастрюле кипела. Смотрите, огонь мы уменьшили, но вода в кастрюле кипит не слишком быстро, но она постоянно вот так вот будет подбулькать. С этого момента вам нужно будет засечь ровно 3 часа времени, можно чуть больше, и в эти 3 часа вам нужно постоянно будет следить за водой. Смотрите, с той стороны, где у меня болтик, вода этот болтик почти закрывала, а сейчас вода уменьшилась. То, что я вам говорил, над банками всегда должен быть минимум 1 сантиметр воды. Мы в это время ставили чайник, в чайнику вода уже должна быть кипятком, и вот эти вот недостающие сантиметры воды нам нужно будет заполнять кипятком. Вот так вот сбоку заливаем воду, самое главное, что мы в кипяток заливаем кипяток, и в кастрюльке бурление, кипячение не будет прекращаться. Ни в коем случае в кастрюлю нельзя доливать холодную воду, потому что банки могут просто-напросто взорваться. Смотрите, друзья, я в свою кастрюлю воду доливал раз в полчаса, но у вас кастрюля будет либо больше, либо меньше. Эта процедура может у вас быть либо раньше, либо позже. Самое главное, следить за водой так, чтобы банки были покрыты водой минимум на 1 сантиметр. Дальше, через 3 часа, после того, как вы уже варили сгущенку, огонь мы под кастрюлькой выключаем. И самое главное сейчас, ни в коем случае воду с кастрюли не сливать, и не вливать в нее опять-таки холодную воду. Накрываем кастрюлю просто крышкой и дожидаемся до тех пор, пока вода полностью не остынет. Вода должна будет остыть до такой степени, чтобы вы банки из кастрюли могли достать просто руками, без ничего, одними руками. Итак, время остывания будет у вас больше того времени, нежели вы варили саму сгущенку. В моем случае банки стояли всю ночь, потому что я их варил с вечера. Ну что ж, настало время, давайте сейчас откроем и посмотрим, что получится. Первую банку мы откроем ту, что я всегда доверяю ей. Она проверена временем, уже не первый год я ее всегда покупаю, и я в этой сгущенке уверен. Ну вот того, чего и следовало ожидать. Сгущенка сварилась отлично, она получилась, так сказать, шоколадного цвета, и она получилась густой. Так что, если вы хотите такого хорошего результата, покупайте у себя только проверенные продукты, и так, чтобы вы в них были хорошо уверены. Ну а сейчас давайте откроем вторую банку, ту, которую я взял просто в магазине наобум. Ну что ж, при открытии крышки по цвету вроде бы сгущенка сварилась, но смотрите, цвет уже отличается. Значит, разные производители делают по-разному. Берем ложку и начинаем проверять, и видим, что ой, как будто бы разочарование. Сгущенка, так сказать, при варке просто поменяла свой цвет, но как была она жидкой, так и осталась. А та вот первая банка, она получилась хорошо и так, как должно быть. А вот эта вторая просто поменяла цвет, и все. Значит, качество сгущенки второй банки оставляет быть лучшим. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Вы сами видели все, что получилось. Вот эта банка, которой я доверяю, здесь написано даже, что она сделана по ГОСТу. Так это или не так, я проверять уже не буду. Самое главное, что я для себя уже давно решил, какую сгущенку нужно покупать. Ну а для себя вы должны будете решить сами в своем городе. Так что, если вам понравился такой ролик, обязательно поставьте лайк. Не понравился, поставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новом видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня.